В специализированном зале настольного тенниса спортивного клуба «Металлург Магнитогорск» состоялись соревнования в рамках 21-й спартакиады учащихся «Олимпийские надежды Южного Урала» 2023 года. Участие в турнире приняли спортсмены со всей Челябинской области. Перед стартами тренировка в полную мощь. Хорошая подготовка – залог успешного выступления. В этом уверен каждый из участников 21-й спартакиады учащихся Челябинской области «Олимпийские надежды Южного Урала». Настольный теннис для этих юных спортсменов давно больше, чем просто увлечение. Это очень интересный вид спорта. Здесь надо думать, опережать соперника. Работают все мышцы тела. Эти ребята приехали из Пласта, привезли на соревнования команду из восьми человек. Всего же участие в состязаниях приняли спортсмены со всей области. Из Магнитогорска, Усть-Котава, Садки, Миаса, Кусинского, Картолинского и Чесменского районов. Теннисисты из Челябинска рассказали, приехали, чтобы стать первыми в их составе победителя состязаний самых различных уровней. На этих соревнованиях мы уже не первый год находимся. Всегда играем почти в одном составе. Настроены ли сейчас на первое место? Конечно, конечно. Шансы есть. Команда хорошая, все заряжены. Самые главные ваши соперники? Самые главные. Ну, сейчас, наверное, это Федор Разбойников и Ярослав Калешов. Это самые сильные магнитогорские ребята. Мы постоянно с ними играем в команде, в финалах, там всяких соревнований. Магнитогорские и челябинские спортсмены часто встречаются в финалах различных соревнований. Борьба за призовые места обычно получается упорная. В большинстве случаев мы побеждаем в опыте, в стиле игры, наигранности. Мы заряжены вообще на все 100%. Мы уверены, что мы победим. Полностью согласен. Соревнования в рамках спартакиады длились три дня и включали в себя несколько этапов. Получить высокий балл на каждом из них было необходимо для финального результата. Идет общий зачет по командам. Они сначала играют командное первенство. В результат потом подводятся по десяти номинациям. То есть командное соревнование, личные соревнования по трем лучшим результатам мальчиков и девочек. Это шесть. И плюс еще парные соревнования мальчиков и девочек отдельно, где пары формируются только из организации, к которой они приехали. И потом поддаются определенные баллы и по этим очкам формируют общекомандные места. По итогам спартакиады первое и второе место в личном зачете среди мальчиков завоевали магнитогорцы Федор Разбойников и Ярослав Кулешов. На третьем – челябинец Александр Соломенин. Среди девочек все три призовых места взяли представительницы областной столицы. Победа в парном разряде также за челябинцами. Вторые и третьи места у магнитогорцев. В общекомандном зачете лидерами спартакиады стала сборная Челябинска. Ей уступили команды магнитогорска и Саткинского района, завоевав второе и третье места соответственно.